Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что мужчина, он сам по себе, ведет себя, ну, так, как ему удобно. То есть ему удобно не делать все до тех пор, пока вы совсем не проявите какую-то критическую реакцию в его адресе. Он это и будет по сути делать. Такая позиция у мужчины, она, конечно, идет из детства. И, видимо, с детства ему говорили, а с детства ему как-то вот помогали, я не знаю, как-то все время за него что-то делали, все время как-то еще оберегали его от, там, ну, от трудностей и так далее. То есть в основном момент здесь в том, что причины поведения вашего мужа, они идут, ну, как бы, из самого детства, скорее всего еще из того времени, когда вы не были женаты. И момент здесь в том, почему вы терпите подобное поведение с его стороны. Ну, казалось бы, мужчина ничего не делает. Казалось бы, мужчина не хочет, не желает платить там, не знаю, долги, не желает нести ответственность за себя и так далее. Вы потакаете его модели поведения ребенком. Вы потакаете его позиции ребенка. И мне очень интересно, почему вы это делаете на самом деле. То есть с чем связано такое ваше поведение? Вам самой нравится, что ли, быть родителем в отношениях? Вам самой нравится занимать мужскую позицию в отношениях? Ну, как по вашему письму получается, что не похоже. Не похоже, что вам это надо. Ну, значит, мужчину нужно поставить в некое такое критическое положение. Когда он бы увидел, что все, вы не намерены больше его там как-то вот постоянно стимулировать. Вы не намерены его постоянно подталкивать. Либо вы, либо он, точнее, делает что-то сам, либо вы вообще от него уходите. То есть, фактически, то, что происходит с вами, это, да, продолжение его, как бы, привычной модели поведения. Но вы сами отчасти, как бы, ну, повинны, это, наверное, было бы неправильно сказать, именно прямо повинны. Не повинны, возможно. Скорее, вы сами стимулируете его основные или нет на такое поведение. И не только если вы, только если вы измените свою позицию сами, только если вы сами будете вести себя по-другому. Только если вы будете менять свою позицию самостоятельно, то и у мужчины появится вот эта вот возможность, эта вот необходимость, ну, что-то менять. А пока, пока, зачем ему что-то менять, если и так, в принципе, все хорошо и и так, в принципе, у него есть все, что нужно. Объективно-то. Ну, вот сами посидите. Зачем человеку что-то менять, если у него есть все, что нужно для него и так. Зачем человеку что-то, что-либо менять? Вот на этот, собственно, вопрос, я думаю, вам и нужно ответить в первую очередь. И, соответственно, если вы поймете, что у мужчины нету стимула что-либо менять, и поймете, что пока вы не измените свое поведение, он так и будет себя вести. Ну, что-то не изменится. Пожалуй, отдельно надо бы сказать о том, что человек, ну, то есть мы в данном случае, сами себя поставили в такое положение, что вы уже беременны. Загадает вопрос, как так получилось, что при том условии, что мужчина явно не внушает вам доверия, не внушает вам уважения и так далее, вы все-таки от него забеременны. На какое вы рассчитываете будущее для ребенка? На какое вы рассчитываете взросление у ребенка? На какое вы рассчитываете поведение от своего мужа и почему? Чем обусловлены ваши ожидания? Нельзя всем понятно. Тем не менее, у вас вроде бы как действительно налажена некая такая схема, которую вы используете для того, чтобы мужчину направлять куда нужно. Но проблема заключается в том, что как и любое сильно действующее средство, в данном случае это сильно действующее средство, не что иное, как ваша агрессия, оно вызывает привыкание. И вопрос, который вам нужно не забывать, вам нужно периодически себе задавать. Это что будет, если мужчина перестанет воспринимать вот эти вот ваши всплески? Как тогда вы будете его направлять? Непонятно. Ну и нравится ли вам само и то, что происходит сейчас? То есть, если нет, то если вам не нравится, то тогда, соответственно, если вам не нравится, то нужно что-то делать. И сначала нужно определить, какие отношения вы сами хотите. То есть, какие отношения для вас идеальны. Всегда ли ваш муж так себя вел? Всегда ли он был ребенком? Потому что, если не всегда, то значит, что-то его заставило изменять, что-то его заставило начать так себя вести. И, скорее всего, это что-то вы. Если же он всегда вел себя так, то тогда направо другого характера. Если он всегда себя так вел, то получается, вы не придавали, либо не придавали этому значения, либо принимали, напали до времени, а сейчас перестали. И если это так, если вы перестали принимать его поведение, его отношения, то значит, у вас что-то изменилось. И вот что изменилось, нужно разбираться. На этом, пожалуй, все. Можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Удачи! Пока! Продолжение следует...